Здравствуйте! На Слуцк ТВ время новостей. В студии Михаил Сырков и прямо сейчас расскажем о главных событиях нашего региона. Торжественное чествование лучших тружеников Случины. В субботу в городском Доме культуры прошло подведение итогов работы Народно-хозяйственного комплекса района за 2019 год. Подведение итогов работы Народно-хозяйственного комплекса района – самое важное и знаковое ежегодное событие для всех тружеников Случины. По традиции на торжестве мы говорим об итогах. Чествуем лучших тружеников разных отраслей. Это событие и праздник, и дань уважения людям, которые вкладывают свой каждодневный труд, профессионализм, творческий потенциал в развитие нашего региона, в обеспечение его благосостояния. В мероприятии приняли участие работники трудовых коллективов, ветераны, депутаты, представители общественного самоуправления, общественных организаций. Традиционно для участников была организована выставка продукции предприятий Случского района. Подводя итоги работы во всех сферах Народно-хозяйственного комплекса района, председатель Случского райисполкома Андрей Владиславович Анчевский отметил положительную динамику развития Народно-хозяйственного комплекса за 2019 год и наметил основные задачи на текущий год и на перспективу. За 2019 год район сумел сохранить экономическую стабильность и обеспечить прирост по таким основным позициям, как промышленное производство, экспорт товаров, экспорт услуг, розничный товарооборот и сельскохозяйственное производство. Удельный вес Случского района в показательных Минской области является весомым. В 2019 году Случский район развивался поступательно и динамично. В Народно-хозяйственном комплексе района обеспечена положительная динамика роста по всем качественным и количественным показателям. Так, выручка от реализации продукции выросла на 6%, прибыль от реализации в 1,7 раза, ретабельность продаж на 2,8 пункта, чистая прибыль в 13,2 раза к уровню 2018 года. В своем докладе председатель Случского райисполкома отметил работу тех предприятий, организаций, учреждений образования, творческие коллективы, которые в 2019 году прославили Случину на областных, республиканских, международных конкурсах и фестивалях. Ежегодно учащиеся Случского государственного колледжа становятся победителями международных, республиканских, областных конкурсов, как профессионального мастерства, так и художественного творчества. Сразу 11 дипломов принес в копилку побед колледжа Республиканский фестиваль художественного творчества учащейся студенческой молодежи «Арт-вокации-2019». Четыре диплома международная продовольственная выставка и ярмарка «Прудэкспо-2019». В отчетном году Случский государственный медицинский колледж признан победителем областного осмотра конкурса проектов в сфере реализации государственной молодежной политики в номинации «Благотворительность и добровольчество». За обеспечение эффективности оперативно-служебной деятельности награду удостоен и отдел внутренних дел Случского райисполкома. Коллективу вручен переходящий приз имени батальона милиции Константина Владимирова. Немаловажной задачей является популяризация здорового образа жизни, спорта и туризма. Отрадно, что с каждым годом на случай не увеличивается количество людей, занимающихся физической культурой. В 2019 году в Случском районе проведено 73 спортивных, 37 туристических и 29 областных мероприятий, в которых приняло участие более 12 тысяч человек. Большое внимание уделяется подготовке будущих спортсменов. В 2019 году в районе подготовлено 180 спортсменов массовых разрядов, 15 спортсменов первого разряда и 7 кандидатов в мастера спорта. Приятно, что среди победителей и призеров вторых европейских игр были и наши земляки. Анастасия Мирончик-Иванова, Карина Ермоленко, Александр Васильевский, начинавшие свой путь в большой спорт на Случино. Успешными в творческом плане стал 2019 год и для учреждений культуры. Любительские коллективы приняли участие в 30 международных, 12 республиканских и 23 областных фестивалях и конкурсах. Получили 162 награды различных степеней и достоинств. Почетное звание Народной мастер Республики Беларусь присвоено мастеру под качество квасынического центра ремесел Наталье Аркадьевне Барин. Одни из первых в Минской области. Заместитель председателя Миноблсполкома Николай Михайлович Рогащук отметил, что Случино занимает в области лидирующие позиции по надое молока, выращиванию зерна, льна. Уважаемые труженики Случины, хочется поздравить вас с успешным окончанием 2019 года. Район практически все показатели, основные, ключевые выполнил. Что очень приятно, то что ваш район занимает первое место в области. Это и по намолоту зерна, и по выращиванию льна, по надоям молока. У вас прекрасные предприятия, о тех, которые не только в Минской области, Беларуси, которые известны далеко за пределами Республики Беларусь. И которые позволяют, чтобы нашу страну видели и слышали везде. Поэтому хочется еще раз вас поздравить с успешным прошлым годом. Я думаю, что этот год еще лучше сложится для всех предприятий, и сельского хозяйства, и промышленности, и социальной сферы. Поэтому удачи вам в этом году, всего хорошего, здоровья главное, вам, семьям, ну и мужчин с наступающим 23 февраля, а женщин скоро с прекрасным праздником 8 марта. Всего вам самого хорошего. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Виталина Рожанец поздравила Случан с высокими достижениями, а также с наступающими праздниками. Позвольте от имени депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от себя лично поздравить с этим праздником труда. И услышанные нами показатели, и выставка, презентации, которые мы видели в фойе Дома культуры, еще раз доказывают Случане непревзойденные мастера и профессионалы своего дела. Дорогие друзья, с предстоящим вас праздником Днем Защитников Отечества! А сегодня Международный день родной мовы. Жедаю вам усин, здоровья, радости, добробыту, творчих и прационных поспехов. Со святом, шановные земляки! Татьяна Николаевна Горбацевич, заведующий хозяйством Государственного учреждения образования ЕСЛИСАД Агрогорода Линьки. Их труд не остался незамеченным. Во время мероприятия лучших работников, перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий и организаций, учреждения здравоохранения и образования Слудского района наградили грамотами, благодарностями, благодарственными письмами Миномысполкома, Слудского райисполкома, Слудского районного совета депутатов, Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Как достичь таких высоких результатов? У каждого, кто в этот день поднимался на сцену за долгожданной наградой, свой секрет. Надо прослушиваться к старшим, когда советуют, а не свое мнение иметь. Все-таки люди, прожившие возраст 50-60 лет, имеют большой опыт, и они все-таки пожелают, плохое никогда не пожелают, успехов и погода, чтобы благоприятствовала. Просто работать, любить свою работу и ответственно относиться к каждому заданию. Первое, что хотелось бы пожелать, это самое главное мирного неба над головой. Ну и ставить цель и ее добиваться. Работать, работать и работать. Семейное благополучие, здоровье, чтобы в семье было все хорошо, взаимопонимание. Ну и тогда на работе будет все хорошо. В этот день чествовали и ветеранов труда. Их труд – это основа нынешнего благополучия. Светлане Владимировне Короткой, старости деревни Кожушки Знаменского сельсовета. Пожелать можно очень многое. Много пожелать всем крепкого-крепкого здоровья. Кто работает, достижения успехов в работе. Какие бы сложности ни возникали, трудовой 2019 год для предприятий и организаций Случины завершился с хорошим результатом. Торжественное подведение итогов работы Народно-хозяйственного комплекса района за 2019 год завершилось праздничным концертом. Все профессии нужны, все важны и служат людям. Вы когда-нибудь должны выбрать ту, что в вашей будет. Екатерина Никитина, Игорь Стрижкин, СТУСК-ТВ. На Случине отпраздновали День Защитника Отечества. Торжественное мероприятие, приуроченное к знаменательной дате, прошло в городском Доме культуры. Подробности в нашем следующем сюжете, ну а сам концерт на этой неделе в эфире нашего канала. Больше века назад впервые отметили День Защитника Отечества. За эти годы мужской праздник стал по-настоящему всенародным. Ведь защита родной страны, своего народа – священный долг и почетная обязанность каждого человека. 23 февраля – день сильных, мужественных, твердых духом людей. В этот день со сцены городского Дома культуры звучали самые искренние поздравления и пожелания в адрес всех, кто стоит на страже мира и нашей безопасности. В канун знаменательного дня мы от всей души поздравляем вас, посвятивших себя делу защиты рубежей родного Отечества и обязанности хранить мир и благополучие нашей Родины. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь! Участие в праздничном мероприятии приняли ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие Слудского гарнизона, Слудская районная организация имени маршала Георгия Константиновича Жукова, Общественного объединения Белорусский союз офицеров, представители трудовых коллективов города и общественных организаций, учащийся Минского областного кадетского училища. Председатель Слудского райисполкома Андрей Владиславович Янчевский поздравил присутствующих с праздником. С праздником, защитники Отечества! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе и труде на благо родной Беларуси! Благодарности некоторым военнослужащим Слудского гарнизона, членам Слудской районной организации имени маршала Георгия Константиновича Жукова, Общественного объединения Белорусский союз офицеров, выручил председатель Слудского райисполкома. Вспоминали в этот день и героев, которые отдавали жизнь, сражаясь за Родину. В память о воинах-победителях, цветы и венки от благодарных потомков в этот день возложили памятным знаком воинам-освободителям, воинам-интернационалистам, памятнику маршалу Георгию Константиновичу Жукову в братской могиле на мемориальном комплексе в Слудке. Завершилось торжественное собрание большим праздничным концертом. Бесстрашие атак, спасли отчизны плак, и дом родной, и наши песни. А коль придет беда, собою мы тогда отчизну заслоним рукной. Служиться отчизне, судьте, но тебе и мне, Служиться отчизне в удивительной стране, Где солнце новое встает на небе синей. Плечом к плечу, че ко мне шаг идут в войсках, И пусть военная дорога нелегка, Мы будем верою и правдою служить по чизне. Екатерина Никисина, Игорь Стрижкин, Игорь Олейник, Овсус ТВ. В Минске весна, и не только из-за так и не наступившей весны. Просто в воздухе уже разлито весеннее настроение. День влюбленных, день защитников отечества, поздравления, подарки. Самый лучший семейный подарок – собственная квартира в Минске. До конца февраля проводится праздничная акция В столичном жилом комплексе парк Челюскинцев. На определенные квартиры здесь установлены очень привлекательные цены. Во всем мире квартиры с видом на парк считаются наиболее престижными и стоят больших денег. Комплекс «Парк Челюскинцев» расположен прямо у границ одноименного парка и ботанического сада. И благодаря акции здесь можно выбрать квартиру и до конца месяца приобрести ее очень выгодно. О самом комплексе. Уникальное расположение. 170 гектаров леса, сада, оранжерей и одновременно самый центр города. Рядом с проспектом независимости и сразу двумя станциями метро. Вся необходимая инфраструктура. Буквально у дома, гимназии, школы и детские сады. Один из них, его проектирует японский архитектор Токохару Тизука, будет встроен в жилое здание. В непосредственной близости поликлиники, больницы, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк. В общем, для активного и здорового образа жизни будут все возможности. Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория с современной системой видеонаблюдения, а также удобные парковочные места. Сегодня приобрести квартиры можно в двух строящихся домах жилого комплекса – дом номер один и дом номер два. В том числе есть варианты с открытыми террасами. В доме номер один предусмотрен теплый подземный паркинг, куда можно спуститься прямо на лифте. В доме номер два паркинг будет на первом этаже, а на его эксплуатируемой крыше в окружении зелени разместятся площадки для отдыха и детских игр. Парк Челюскинцев прекрасно подойдет для бизнеса. На первых двух этажах дома номер один вы можете приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект независимости. Все с отдельными входами, различной площадью, кафе, салоны красоты, магазины и бутики, объекты сферы услуг и туризма. Про сами квартиры. Свободная планировка, позволяющая реализовать множество проектных решений. Панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы, при этом безопасные стеклопакеты только ведущих мировых производителей, скоростные лифты компании «Отис», просторные дизайнерские лобби с высокими потолками, в которых есть стойка консьержа, зона встречи курьера и гостей, санитарная комната с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних питомцев. Праздничная акция делает покупку квартиры в комплексе Парк Челюскинцев до конца февраля особенно выгодной. Значительное дополнительное вложение в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный инструмент – уникальную длительную беспроцентную рассрочку от застройщика. В комплексе Парк Челюскинцев она предоставляется до 4 лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт. Требуется первый взнос, который в случае необходимости можно внести с помощью кредита от банка-партнера до 40 тысяч рублей. Более выгодными для покупателей также стали условия кредитования от банков-партнеров. Это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусьбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 12,32%. А по программе БПС Бербанка на первые два года ставка составит 6,99%. А для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу, собственными средствами, либо с привлечением кредитов банков, предусмотрены существенные скидки. Напомним, что до конца месяца акция на квартиры проводится и в комплексе «Минск.Мир». В семи домах объявлены скидки от цены квадратного метра в рассрочку, а первоначальный взнос по рассрочке всего 20%. А еще анонсирован старт продаж квартир в доме «Хельсинки» в квартале «Северная Европа» комплекса «Минск.Мир». Впервые квартиры здесь предлагаются с полной отделкой. После сдачи дома можно будет сразу заселяться. Время выбирать свое. Жемчужина в центре столицы. В комплексе «Минск.Мир» жители приняли очередной дом. Его название «Жемчужина» – прямой посыл к курортному настроению теплых морей. Новый дом комплекса – еще одно завершенное здание в квартале «Эмиратс-Люкс», которое своей архитектурой и цветовым решением больше напоминает набережную Дубая. Как принимали дом собственники квартир и каково жить в новом современном комплексе – далее в сюжете. Люди активно берут ключи и впервые попадают в свои новые современные квартиры. Это уже девятый дом квартала, в котором завершены строительные работы. Теперь начнется процесс приемки квартиры. Вскоре будущие жильцы смогут приступить к ремонтам. А не за горами новоселья, как показывает практика, уже через 3-4 месяца после сдачи дома в него начинают вселяться. На 15-й этаж «Жемчужины» за секунды поднялась на скоростном лифте «Отис» Вера Медведь, чтобы переступить порог своего нового жилья. Вера Медведь рассказывает, что вместе с семьей сына жила в столичной трешке, но со временем решили разъехаться. Сыну купила Нобельского, сама вступила сюда, в строительство. Меня устроила цена и то, что быстро очень построили. Ну и хороший район и к вокзалу близко, и к детям доехать хорошо на метро будет. Квартира «Евродвушка» площадью 38 квадратов. Понравились большие красивые окна и балкон хороший. И солнечная сторона у меня будет. Дом «Жемчужина» мечта для многих. Приобрели здесь жилье себе с мужем. Сын купил себе квартиру, ну вот решили и дочку поближе к себе. Самое главное преимущество это расположение его, ну вот как на наш взгляд. Потому что фактически 10 минут и в центре города, и вокзал тут прямо рядышком, если куда-то добираться. И самое главное, что вот метро планируется открываться. Транспортное сообщение с любой, с любым районом города замечательное. На шестом этаже квартира Екатерины и Евгения Тимановичей, которые на предварительную приемку пришли с двумя дочерями. Девчонкам очень понравилась их новая светлая квартира, да и вообще весь дом привел в восторг. Не меньше эмоций и у счастливых родителей, у которых не сходит с лица улыбка. И сама квартира нравится и весь дом. Дом успешно построился, мы его досрочно ввели в эксплуатацию. Дом соответствует всем современным требованиям. красивый, светлый, просторный, использованы бесшумные скоростные лифты, просторные красивые лобди, можно в этом убедиться. И в принципе хотим, чтобы здесь было счастье, любовь, процветало, детки, детки росли в этом доме, которые пришли принимать свои квартиры. Будущих новоселов радует и строительная площадка неподалеку. На огороженной территории ведутся работы по возведению новых зданий. Строит Международный финансовый центр Минскворд и крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный комплекс. И тут же новая станция метро. Международный финансовый центр Минскворд деловое сердце комплекса. Он станет не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест. Весной планируем ввести в эксплуатацию торговые центры, которые будут обслуживать население этого квартала и всего многофункционального комплекса Минск.Мир. Следующий квартал чемпионов, который мы тоже планируем вводить дома уже весной, летом, то что будут вводиться дома в эксплуатацию. Все необходимое в шаговой доступности. На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны. В каждом квартале строительство школы или детского сада. В центральной части комплекса будет разбит новый городской парк, зеленые легкие всего комплекса. Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек. Через комплекс пройдет новая третья линия Минского метрополитена и сразу две станции окажутся по соседству. В шаговой доступности также будут многочисленные остановки наземного общественного транспорта, маршруты которого свяжет комплекс со всеми районами города. Кварталы комплекса будут свободны от машин. Владельцы смогут оставить свои автомобили на стоянках по периметру квартала и в крытых паркингах. Будущие новоселы Жемчужины заняты приемкой и ремонтными хлопотами. Для них главное волнение уже позади. Покупатели вошли в свои новые квартиры и поняли, что мечты сбылись. А для тех, кто еще раз думывает о покупке собственного жилья, самое время поторопиться, ведь у застройщика как раз сейчас очень выгодное предложение. Полностью готовую к вселению квартиру здесь можно приобрести в уникальную рассрочку на 10 лет без процентов переплат, увеличение цены за квадратный метр. Требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Кредит от банка-партнера до 40 тысяч рублей без справок и поручителей. Привлекательны и программы кредитования покупки от банков-партнеров. Это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусьбанком. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 12,32%, а по программе БПС Сбербанка на первые два года 6,99%. В комплексе «Минск.Мир» до конца февраля проводится праздничная акция. При покупке квартиры в домах Пекин и Сидней люкс квартала чемпионов, Нью-Йорк и Сан-Франциско в квартале Северная Америка, Гонконг и Токио в квартале Азия и Александрия в квартале Африка снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Во время акций снижен первый взнос, можно внести 20% и оформлять договор покупки в рассрочку. Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу, собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены сделать выбор и купить квартиру в престижном комплексе столицы от застройщика. На этом наш выпуск завершен. Дальше больше, поэтому не переключайтесь.